Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение Второго соборного послания святаго апостола Петра. И мы читаем первую главу Второго соборного послания апостола Петра с первого стиха и ниже. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам домножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Здесь он называет себя в самом начале этого послания Симоном. Симон – это сокращенная форма имени Симеон. То есть он как бы говорит о себе в неком таком уничижительном смысле. Но сказав Симон, назвав свое духовное имя Петр, Кифа, далее он говорит, что он раб и апостол Иисуса Христа. На самом деле в древнем античном мире не обращали внимания на то, является ли человек рабом или свободным. Ну, этому, конечно, придавалось значение. Но когда речь шла о рабах, очень важно было понять, а чей это раб. Потому что если это раб императора, то любые его действия совершаются от имени императора. И сенаторы должны расступаться перед таким рабом, когда он идет выполнять поручения своего господина. А если он раб какого-нибудь простого горожанина, это не так серьезно. Поэтому, сказав о себе сначала в уничижительной манере Симон, а не Симеон, назвав свое духовное имя Петр, далее он говорит о своем достоинстве. «Раб и апостол». Апостол – это человек, который совершает посольство Божие в этом мире. Раб и апостол Иисуса Христа. Вот это подлинное достоинство этого служителя Божия. То есть он представляет здесь, на земле, своего божественного господина. Он действует здесь, на земле, как раб своего божественного господина. И в этом величие того положения, которое Петр занимает в церкви. Так что в православной традиции он называется первоверховным апостолом, наряду с апостолом Павлом, который тоже называется первоверховным. Вокруг слова «раб» иногда возникает полемика на просторах интернета, и кого-то смущает то, что христиане называют себя рабами Божьими. Но в Писании сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Или мы побеждены благодатью Божию и, поленяясь любовью к Богу, становимся его рабами, или мы рабы собственных грехов, пороков, беззаконий, пребывая в равенстве у дьявола. Третьего не дано. Третьего не дано. Человек не может существовать просто между Богом и дьяволом. Он действует или как раб дьявола, как Иоанн Богослов пишет в своих посланиях, тот, кто делает грех, тот от дьявола, или он действует как раб Божий. Поэтому никакой тут нейтральной позиции быть не может. А раб Божий – это свободный от власти греха, от власти дьявола и свободный от страха смерти. Сказав, что он раб и апостол Иисуса Христа, он обозначает адресата, кому обращено это послание. «Принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Вот здесь он подчеркивает, что и апостолы, и рядовые христиане все причастны к драгоценной вере. Она дана всем. Далее апостол Петр касается темы, которая является очень актуальной. Это тема об обожении в православном понимании сатириологии или спасения. Суть спасения заключается в том, чтобы восстановить человека в том достоинстве, в каком он был до грех падения. Но уже не по образу Адама Перстного, а по образу Адама Небесного, то есть Господа нашего Иисуса Христа. И Петр здесь пишет, как от божественной силы Его, дарованные нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас, то есть Христа, славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, а выше он сказал, что равнодрагоценную веру имеют все христиане, и апостолы, и клирики духовенства, и лаики-меряне, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Надо прямо сказать, что этот стих является головной болью для всех теологов, для всех богословов, потому что это трудно понять, как человек, любой человек, верующий в Иисуса Христа, разделяющий с апостолами равнодрагоценную веру, может стать причастником божеского естества. Если это происходило бы по естеству, то каждый, кто причащается тела и крови Иисуса Христа, становился бы причастниками божественной жизни, то есть в этом случае наш Бог был бы не трехипостасный, а тысячи и тысячи ипостасный. И Владимир Лоский, чтобы разрешить эту дилемму, эту сложность, как-то на нее ответить, он говорит, мы становимся причастниками божеского естества, но не по природе, а по благодати. Что значит по благодати? Апостол Павел пишет, по благодати значит не по делам. Это послание к рябинам. По благодати значит не по делам, иначе бы дела не было бы дела. Итак, мы становимся причастниками божеского естества по божественной милости. И проникнуть в эту тайну до конца мы едва ли сможем. Давайте посмотрим, что пишут отцы по поводу этого вопроса. Древнехристианский экзегет Илларий Пиктовийский в трактате о Троице пишет, «Мало того, зная, что он создан причастником божьей природы, как говорит в своем втором послании блаженный апостол Петр, будучи ее следствием, пусть человек не измеряет природу Бога законами собственной, но оценивает Божье откровение в соответствии с величием Божьего свидетельства о самом себе». То есть будучи причастниками божеского естества по благодати мы все же не можем проникнуть в тайну божественной природы и постигаем Бога только в той мере, в какой он открывается нам. Вот об этом здесь пишет Илларий Пиктовийский. И посмотрим, что пишет Амбросий Медиаланский, это его шестое послание. «Что мне добавить к этому? И должен ли я, как бы на всем протяжении, убеждать тебя, что Бог соделал человека причастником божеского естества, как мы читаем в послании Петра? Потому справедливо кто-то сказал, родом его, то есть Божьим, мы и являемся. Ведь он, то есть Господь, дал нам по родству своему способность разумения, а именно по родству природы, чтобы мы искали то божественное, которое находится рядом с каждым из нас, в котором мы и живем, и существуем, и движемся». Амбросий Медиаланский проводит аллюзию некую с тем фактом, что человек по природе и создан по образу и подобию Бога. То есть это заложено в природе не только у веровших, которые восстановили в себе образ Божий, помраченный в грехопадении, и обрели подобие Богу, но фактом сотворения человека по образу Божию, во имя подобия Божия, уже эта тайна показывает нам, раскрываясь перед нами, что Бог близок к нам по самой природе нашего сотворения, по его образу и подобию. Лев Великий, Папа Римский, это его проповедь 21-я, восклицает, «Познай, христианин, свое достоинство, и соделанный причастником божеского естества, не возвращайся в старое ничтожество из-за низкого образа жизни. Помни, чья это голова и членом чего тела ты являешься». То есть восстановленное во Христе и со Христом мы обретаем царственное священство в собственной жизни каждого крещеного и миропомазанного христианина, о чем апостол Петр рассуждает в своем первом послании, мы приобщаемся по благодати к божественному естеству. Когда мы особенно участвуем в полемике с аудеями или мусульманами, очень важно подчеркнуть, когда мы говорим о богосынстве второго лица Святой Троицы, что Христос не просто провозглашает Себя Сыном Божиим, Он истинно есть Сын Божий, света от света, Бога истина от Бога истина, но это не все. Он и нас в Себе Самом, Христос, усыновляет Богу Отцу и делает причастниками божеского естества по благодати. И давайте посмотрим, что по этому вопросу писал Макарий Египетский, это слово 54-е, это тема очень важная, мы не можем ее пройти быстро. Он пишет, например, была бы некая женщина и некий богатый мужчина взял бы ее в жены, чтобы она жила с ним и общалась, то и она все, чем обладает, принесет ему, и он даст ей все свое, и у них становится один дом, одно имущество, одно существование. И она не только господствует над всем его имуществом, но и тело его удостаивается, потому что его тело принадлежит ей, по словам апостола, муж не власти над своим телом, но жена. Так и в отношении Бога имеется истинное и неизреченное общение души с Господом, общаясь со Христом, она становится единым духом с Ним. Об этом пишет и апостол Павел, когда восклицает, что необходимо верою вселиться Христу в сердца наши. Макарий продолжает, и затем необходимо следует становиться госпожою над его неизреченными сокровищами, потому что она является невестой великого царя Христа, ибо Господь соблаговолил, чтобы верные его были, по выражению Писания, причастниками божеского естества. Это поистине неизреченная тайна, это золотые стихи Библии, второе соборное послание святого апостола Петра, первая глава, третий, четвертый стих. И далее мы читаем с пятого стиха, то вы, прилагая к сему все старания, к тому, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похоти. «Покажите вере вашей добродетель в добродетели рассудительность». То есть не бывает добродетели и аскезы без рассудительности, иначе это будет самодурство или самолюбование. Аскеза как самолюбование – это серьезная проблема, особенно многих новоначальных. «В рассудительности – воздержание, воздержание – терпение, в терпение – благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познание Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Далее. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть, когда мы идем путем очищения, участвуя в борьбе с растлением плоти, то мы сподобляемся особых милостей Божьих и имеем доступ в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Далее апостол Петр говорит, как очевидец величия Господа нашего Иисуса Христа. Это с 12 по 18 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя бы вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, то есть тело, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». То есть у него было особое откровение от Иисуса Христа, и в этом откровении Господь показал ему, что его ожидает. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». И вот уже давно произошло отшествие Петра от этого мира, а мы приводим на память эти его послания, первое и второе, и с любовью к этому камню веры, Петру, изучаем и исследуем их. «Ибо мы», то есть апостолы, «возвестили вам силу и пришествие Господа нашего и Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». То есть, будучи самоочевидцами слова, они свидетельствовали простыми словами, им не нужны были для этого никакие человеческие ухищрения. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Надо сказать, что апостол Петр дважды был свидетелем этого чуда и дважды слышал этот глаз Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне, первый раз на Иордане, когда было крещение Господне, второй раз на горе Фавор. «И этот глаз, принесшийся с неба, с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». То есть он прежде всего подчеркивает свое присутствие на Фаворской горе. Там апостол Петр испытал настоящий духовный подъем, о котором Ефимий Зигабен пишет, что это было священное безумие. Петр решил поселиться на этой горе, и он сказал, Господи, как хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, то есть три шалаша, один тебе, другой Моисею, другой Илье. Далее идет свидетельство апостола Петра о значимости пророческих слов Писания. Конечно, прежде всего он говорит о Ветхом Завете, потому что Библия Христа и апостолов – это Ветхий Завет. Книги Нового Завета еще писались, послание Петра – достаточно раннее послание, еще не были написаны некоторые Евангелия. И что же он пишет о Ветхом Завете? «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А это о чем? «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это о Новом Завете. И когда у христиан появился и Новый Завет, они узрели величие Божественного Света в полном объеме. Если Ветхий Завет является проекцией Нового Завета, указуя на него, то Новый Завет является проекцией, которая указует на славу и величие Небесного Царствия Божия, на ту славу, которую мы можем иметь на небесах, если сохраним верность Христу. Далее он говорит об очень важном. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Вот это обличение, можно сказать, вызов прям протестантскому мира восприятию, когда каждый там протестантный, протестант сам собою пытается понять Писание. Но мы можем понять Писание тем Духом Святым, которым оно и было написано, а Дух Святой сошел на Святую Церковь. И сказав об этом, Петр спешит сказать, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимые Духом Святым». Вот здесь он прямо свидетельствует о том, что Духом Святым, если написаны Писания, то Духом Святым, которым совершаются все таинства Церкви, мы постигаем в Церкви и с Церковью подлинный смысл этого откровения. И ниже, в третьей главе этого же послания, 15-16 стих, апостол Петр предупредит нас, что есть две категории лиц, которым вредно и губительно читать Писание. Это невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели, как пишет Петр, превращают, как и прочее Писание. Итак, сегодня мы с вами, друзья, рассмотрели первую главу Второго соборного послания святого апостола Петра. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вторую главу этого послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok